У нас сегодня инструментальный коллектив ВИЗ АВИЗ, а именно Сулейман, Бахтияр и Эстебес у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, ребята. Вот у нас с вами знакомство очень интересным образом произошло. Не на каком-то концерте, как я посмотрела, вы много где выступаете активно, а именно на улице. Вы играли, выступали на улице. Как раз-таки вот наш журналист вас увидела и говорит, уличные музыканты, оказывается, у нас есть, которые периодически выходят в центр города, играют. Вот расскажите, пожалуйста, вы себя позиционируете именно как уличные музыканты и часто ли вы ходите на улице радовать людей? Ну, бывает, выходим на улицы, но... Не так часто. Да, не так часто. Может, раз в год это чисто для себя просто повеселиться, порадовать народ. То есть не с целью заработка? Нет, просто порадовать народ, как бы, и самим повеселиться. Это же здорово. Хорошо. Я знаю, что некоторые из вас, возможно, даже все учатся сейчас в консерватории, как я поняла. Давайте каждый из вас немножко расскажет о себе, чтобы мы уже имели представление, кто это такие очаровательные музыканты с группой «Визавис». Давайте Сулеймана начнем. Ну, давайте. Ну, так. Мне 19 лет, я учусь в политехии. Как раз-таки абсолютно другое направление. Что человека с техническим образованием привело в музыкальный коллектив? Ну, не знаю. Судьба. Наверное, в детстве на какие-то курсы музыкальные ходил? Я, ну, в детстве ходил так чуть-чуть на гитару. Не сказал, что прям серьезно. В коллективе какова твоя роль? Моя роль? Я гитарист. Гитарист. Хорошо, отлично. У нас Сулейман гитарист и СТБС. Расскажи, пожалуйста, какую функцию ты выполняешь в коллективе и каким образом пришел в эту группу? Непосредственно скрипач. Ну, вообще, вообще изначально мы познакомились. Ну, то есть мы сначала стали друзьями, то есть мы не знали, что мы играем на инструментах каких-либо. Вы не знали об этом? Да, мы не знали. Когда вы раскрыли в себе этот талант? Можно сказать, на день рождения его, на день рождения. А кто-то вам подсказал, что да, я знаю, у тебя есть талант, ты сейчас сядешь за инструменты и заиграешь? Или как это все произошло? Получается, они были знакомы раньше, чем я с ними познакомился, и они вместе начали учиться играть на гитарах. И потом пришел я, и мы так познакомились, решили, что... Хорошо, Бахтияр, расскажи немножко о себе, пожалуйста. Бахтияр, 20 лет, басист. Как я начал вообще заниматься музыкой? Это тоже довольно-таки интересная история. Почему именно я выбрал этот инструмент? Какой инструмент? А, да, бас. Можно начать с этого. Бас. Бас вообще такой очень интересный инструмент, потому что он выдает очень низкие, такие глубокие звуки. Ну, мне это всегда нравилось. В детстве, когда я еще даже не знал, что такое бас, наверное, все смотрели мультик «Красавица-четовище». И помните, там был герой такой мультишный орган? Да, да. И он из-за вот такие тяжелые, такие звуки, я всегда прям так, какой инструмент, хочу на нем играть. И потом, вот мы с Сулейманом полетели в Малайзию, он взял гитару, и когда я тоже впервые взял гитару, я начал играть пальцами. И у меня друг сказал, о, ты станешь же в хорошем басистском. И как-то с тех пор как-то все и пошло. А ваша группа именно вот в этом коллективе, сколько существует ли от Виз А Виз? И вот про название расскажите мне, откуда название нашли, придумали? В осенью будет два года. Да, уже в осенью. Два трата осень себе, скажем так. А кто придумал название такое интересное, Виз А Виз? И что означает, с какого языка заимствовано? Ну, это в переводе французского, наверное, как вы знаете, это «лицом к лицу». Мы, честно говоря, долго сперва думали, как же назвать свой коллектив. Как бы придумали разные названия, там, и из имен пытались что-то сделать, так, так. Потом сидели и думали, что нас, по сути, объединяет. А когда мы выходили на улицу, это для нас тоже было что-то впервые, боялись, как бы, ну, это было интересно и будоражаще, и, как бы, в этот момент как-то мы как-то сталкивались лицом к лицу, да, с своими какими-то страхами, да, преодолевали. Лицом к лицу со зрителем. Да. Хорошо, отлично. Ребят, ну, немножко с вами познакомились, у нас еще впереди есть час времени, и телезрители также могут нам позвониться, 5920 на радиономер прямого эфира, задать свои вопросы. О творчестве ребят, и также, возможно, попросить их исполнить что-нибудь из вашего любимого репертуара. Номер наш общедоступен, как я сказала ранее, в социальных, кстати, на социальных наших страницах также можно размещать свои пожелания, желания и все прочее. Сейчас небольшая рекламная пауза будет. Напомню, что у нас сегодня инструментальный коллектив «Виз о Виз» в гостях. Продолжаем наш эфир программы «Кефир» на телеканале «Геймус». С вами я, Айджемала Усмонова, и, как я ранее упомянула, у нас сегодня музыкальный инструментальный коллектив «Виз о Виз» в гостях. Так как нашей главной целью мы ставим поддерживать начинающих артистов, музыкантов талантливых, которых насчитывается несметное количество у нас в Кыргызстане, мы решили пригласить эту молодую, амбициозную, красивую группу, которая играет на самых разных инструментах. Вы можете к нам присоединиться, 59-2001, номер прямого эфира. Знакомство очень интересное у нас было с ребятами. Говорим мы именно про уличное творчество, потому что ребят мы встретили как раз-таки в центре города, играющими и радующими наших кыргызстанцев. Сейчас уже ребята приготовили инструменты, до этого мы благозвучно о них рассказали. Сейчас, я думаю, уже можно будет сыграть что-нибудь из вашего репертуара и порадовать всех наших телезрителей. Наверное, сыграем одну из первых песен, которые мы разучили. Мы играем то, что нам нравится, сами слушаем. Это группа Marlon Five. Хорошо, моя любимая группа как раз-таки. Прошу вас. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Но они сейчас еще в процессе, так что, может быть, в скором времени услышите что-нибудь интересное. Хорошо. А каким образом выбираете репертуар для выступлений? Репертуар? Ну, в основном бывает, мы так собираемся, ну, как, по-моему, все друзья. Собираемся где-нибудь там, гуляем, ну, так, скажем, Сулейман говорит, «Ребята, я услышал хорошую песню, давайте ее сыграем». Мы такие, «Давай». И так и получается. Хорошо. Вот интересно все-таки, что вы, молодые ребята, у нас неординарные, вот сколько фильмов я видела про артистов, у них какой-то свой мир, какой-то необычайный мир, волшебный мир музыки. И сейчас очень редко встретишь таких молодых людей, как вы. Вот, посмотрев на нашу молодежь современную, как вы считаете, в правильном ли направлении они двигаются, помимо вас? Ну, в целом, мне кажется, наша молодежь не такая, потому что... Можно возлагать какие-то надежды. Ну, слушай, вообще как вы сансовы поселены. Хорошо. Ну, вы для своих юных лет достаточно состоялись, можно сказать, как личность. По крайней мере, знаете, чего хотите и к чему идете. Что вас привело в музыку? Вот кого-то родители приводят на курс по вокалу, курс по инструментарию музыкальному, либо, может быть, вдохновились какими-то видео, просмотрами. Вот расскажите более подробно, как, кто пришел в музыку? Ну, так, ну, скорее, знаете, вот, я вот когда не играл еще, смотрел, допустим, какая-нибудь группа играет, там, ну, выступление живое. А вот смотрю, как гитарист играет. А сколько было лет тогда? Лет 15-16. Ну, я смотрел, всегда вдохновлялся, что вот когда-нибудь я тоже так выйду, сыграю, буду сочинять музыку. Ну, в принципе, можно сказать, что это даже поздно для музыкального образования, потому что я знаю, в 6 и 7 лет ребенка отдают на курсы. И во сколько лет ты отправился учиться? В 15 лет. Играть на гитаре? В 15 лет. А какие сложности были при обучении? Ну, в принципе, не сложно, просто надо было лучше тренироваться, мне кажется. А вот, ребят, как вы считаете, нужен ли какой-то природный дар для того, чтобы научиться играть на инструменте? Или я в свои 23 также могу пойти и научиться, так же искусно играть, как и вы? Ну, конечно, природа играет свою роль, там, у кого-то длинные пальцы для какого-то инструмента, для какого-то... Больше физиологические данные, значит? Да. Ну, и стремление... А если маникюр длинный сойдет? На гитаре играть, хорошо? Клавное желание. Да, главное желание. Никогда не поздно. Дальше, ребят, я думаю, сегодня много говорить не будем, так как у нас музыкальная программа, и тем более вы, ребята, которые играют абсолютно, я думаю, прекрасную, замечательную музыку, еще незнакомую для кыргызского народа. Чуть позже мы даже покажем сюжет о том, как люди реагировали на музыку группы «Виз А Виз». А сейчас также можно сыграть одну из композиций, которую сами можете выбрать. Наверное, далеко от маникюр не будем уходить в ванный паблик, а «Counting Stars». Хорошо, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть помимо музыки вы еще чем-то занимаетесь? Да, конечно. Расскажите, чем занимаетесь? Где еще можно вас увидеть помимо концертов и улиц города? Ну, я учусь на программистов национальном. Но для меня музыка – это профессия. Я уже тринадцатый год занимаюсь. А как же карьера программиста? Ну, это чисто мое увлечение, можно сказать. А, как раз таки музыка – это работа, а программирование – это увлечение. Очень интересно. Значит, можно учиться пять лет на одну специальность и оставить это как увлечение. Хорошо. Ну, тем самым мы доказываем, что и вправду талантливый человек талантлив во всем. И не обязательно поставить себе одну цель и достигать только ее, а можно быть разносторонним, развитым человеком. У нас сегодня молодая, амбициозная, талантливая команда в гостях. Виз Айвиз называется. Группа. У нас телезрители есть на связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорим чуть погромче. Как вас зовут? Меня зовут Карино. Я в городе Абштег. Очень приятно. Что бы вы хотели сказать нашим гостям? Я позвонила, я только что присоединилась к вам, на металла. Я хотела узнать, как называется эта группа, потому что впервые вижу эту группу вообще. Они только играют на инструментах или я не учу пою? Более подробно узнать об их творчестве одним словом. А вот скажите, есть ли у вас какая-нибудь композиция любимая, которую ребята, может быть, смогут сыграть нам? Сейчас даже у меня голову ничего не приходит. Не подумали еще. Хорошо, я думаю. Вне зависимости от того, какие песни сегодня нам сыграют наши уважаемые джентльмены, мы непременно ими насладимся и восхитимся. Спасибо вам большое. Телезрительница только до нас позвонилась и присоединилась, как мы поняли. Давайте немножко еще раз расскажем про вашу команду. Собственно, где вас можно увидеть, почему наша телезрительница вас до этого не видела и не слышала? Интересно. Как вы считаете? Может быть, вы неактивно занимаетесь пиаром группы? Или считаете это вообще ненужным? Ребята, мы на прямом эфире, телезрители ждут. Давайте не будем молчать, будем отвечать. Просыпаемся. Просто музыка, мне кажется, для нас больше не для того, чтобы прям... То есть суперзнаменитыми звездами вы не хотите стать? Нет, хотим, конечно. Ну, как бы это сказать, что прям наша первая цель в Корее больше познать саму музыку, наверное. А вот о вашей группе в основном откуда люди узнают? В интернет выкладываете видео? Вот сейчас такая тенденция, что все становятся популярными, голливудские звезды, в частности, именно через интернет. Да, конечно, у нас есть своя страничка на Фейсбуке. Можете как бы зайти, да, там выкладываем видео, там анонс мероприятий, на которых мы будем участвовать. Так что, если интересно, кому-нибудь из наших... Достаточно вести просто название команды ВИЗ-АВИЗ. 59-2001, телефон прямого эфира. У нас инструментальная команда ВИЗ-АВИЗ, которую, кстати, вы можете встретить на улицах города. И у нас телезритель есть на связи. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вас очень глухо слышно, говорим чуть погромче, отходим подальше от телевизора. Как вас зовут? А теперь меня слышно? Сейчас хорошо слышно. Как вас зовут? Айгуль меня зовут. Айгуль, очень приятно. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели нам сказать? Так, я хотела не к вам, а к ребятам обратиться. Слушаем вас. Например, я вас тоже ни разу не слышала и не видела. Есть предложение позвать на вас в другой творческий проект. И раз вы сообщили, что у вас есть страничка на Фейсбуке, значит, с вами можно будет связаться с помощью него, да? Да, можно. А скажите, сколько вещей в вашем репертуаре? Сколько песен в репертуаре у ребят? Сколько композиций у вас в репертуаре уже? Ваш вопрос понятен. Спасибо большое нашей телезрительнице за звонок. Видите, уже такая активность, сколько телезрительниц уже дозвонит. И прошу отметить, что представительницы именно прекрасного пола нам сегодня звонят. Сколько песен, ребят, есть у вас в репертуаре? Давайте ответим на вопрос телезрительницы. Есть около 70, наверное, на данный момент. И есть много заготовок, которые еще не егали нигде. И творческих проектов также очень много. Да, конечно. А вот День музыканта, расскажите, во сколько начинается и с чего, соответственно? День музыканта, в первую очередь, начинается с упражнений. Спортивных? Хорошо. Как и спортивных, так и музыкальных. А какие музыкальные упражнения есть? Ну, каммы. Их нужно играть каждый день. А продемонстрируйте нам, что это за упражнения такие. А, это и есть упражнения. Хорошо. Размитывайте. Да, очень много для себя сегодня узнаю. И наши телезрители тоже. Напомню, что телефон прямого эфира 59-2001. Еще раз хочу упомянуть, что познакомились мы с командой Виза-Виз на улицах города, а именно на пересечении улиц Киевская Советка. И, соответственно, для съемок сюжета мы с вами туда и отправились, для того, чтобы посмотреть воочию, как же реагируют наши горожане на такую вот нестандартную уличную музыку. Сейчас в нашей рубрике «Сюжет» вы посмотрите, сколько же наш журналист Анархан Садралиева смогла собрать денег на айфон с помощью вот этих талантливых ребят группы Виза-Виз. Сегодня мы решили провести эксперимент, сколько можно собрать денег за 40 минут, играя на улице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо огромное. Здравствуйте, вам музыка нравится? Да, очень нравится. А сколько вы денег положили бы? Я просто на айфон деньги собираю. 20 сомов. Положите? Положим. Пойдемте. Здравствуйте. Как вам музыка? Классная. Мне понравилось. Да? Я на айфон деньги собираю. Сколько готовы положить? Честно, у меня только монетки. Хорошо, давай. Пойдет? А? Монетки. Да, пойдем. Здравствуйте. Вам музыка нравится? Да, очень нравится. Я тут на музыкальное образование деньги собираю. Сколько вы готовы положить? Сейчас положим. А сколько у вас есть? Как? Сколько у вас денег есть? Сейчас посмотрим. Тысячу это? Я тут на музыкальное образование для себя деньги собираю. Сколько вы готовы положить? Я дал уже. Сколько положили? Ну, 20. Спасибо огромное. Ну что, ребята, округляемся. И хотелось бы посчитать, сколько мы за 40 минут собрали денег. Давайте посчитаем вместе. За эти деньги я хотела бы приобрести айфон, либо на музыкальное образование. К сожалению, на айфон не хватит. Но посчитаем, сколько мы собрали. Давайте. Микрофон. Раз. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать, тринадцать. Примерно двести восемьдесят, словно. Типа триста. Около трехсот. Да, около трехсот. Как вам такой результат? Ну, днем люди обычно торопятся, и они просто проходят мимо обычно. Мне кажется, результат был бы лучше, если бы вечером, когда люди не торопятся, могут посушить, постоять. Тогда было бы лучше. К сожалению, на айфон, как я ранее говорила, не хватит. Пойдемте есть мороженое. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Кефир», и если вы слышите эти прекрасные нотки инструментов, то, значит, вам данный эфир точно пойдет на пользу, потому что музыка, она вдохновляет, музыка, она будоражит, и музыка приносит нам те чувства, которые мы ждем, дорогие друзья. Это позитив, это положительный эмоций. У нас ВИЗ-АВИЗ, инструментальный коллектив в гостях. И, как вы видели, мы такой вот небольшой экскурс в мир уличной музыки устроили с коллективом нашим, сходили с ребятами. На заработки, если так можно сказать, 300 сом мы заработали. Как потратили? Тогда у нас кто был, получается, Сулейман, есть ты, если не ошибаюсь? Остальных не было в коллективе людей. На что потратили 300 сом? Он забрал. А что за несправедливость такая? Почему не поделился? Ну, шутит. Ничего, он забрал. Ну, хорошо, ладно. Самое главное, что поработали, или даже не поработали, просто отдохнули, одним словом. И люди не остались равнодушными. У нас за время нашего сюжета присоединился еще один человек в коллективе. Саша его зовут. Здравствуйте. Привет, Саша, как дела? Отлично, как у вас? Хорошо, отлично. Уже мы с ребятами познакомились, уже свои стали практически. Почему опаздываем? Ой, работа. Работа? А вот на выступление так же опаздываешь? Нет. На выступление стараюсь приходить вовремя. Ребят, Саша всегда вас подводит? Нет, он всегда вовремя приходит. А, ну хорошо. Саша у нас барабанщиком является виз-за-виз команда Атьфани у нас. И сейчас уже, я думаю, полноценно. Вот один из ваших номеров мы сможем послушать. Что будем играть? Наверное, вашу любимую группу послушаем. Maroon 5. Давайте, Maroon 5. This love. Про любовь поем и посвящаем эту песню всем нашим очаровательным телезрительницам. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Ну, я увидел объявление, что они решили пополнить свой коллектив Посмотрел их видео и мне очень понравилось Ну, вот так созвонились и где-то уже полгода мы вместе играем А до этого где ты был? Что играл? Ну, в различных группах, но первая моя полноценная работа состоялась именно с этой группой Полноценная работа которая? Ну, на сценах, в разных ресторанах Хорошо Сейчас вот получается вы очень часто выступаете именно где-то в кафешках, в ресторанах? Где вас еще можно помимо улицы, концертных залов увидеть? Ну, сейчас мы в основном на заказах, а так постоянного прям нет у нас То есть это для вас еще хороший бизнес получается? Как оказалось, вы выгодно Прокормить себе можете Конечно Отлично Хорошо, ребята, одну из следующих композиций можно сыграть Как вы сказали, у вас порядка семидесяти песен в репертуаре Я думаю, выбор будет не так уж и сложен Что можно сыграть сейчас в адрес всех наших телезрителей? А вот из этно, мне интересно, что-нибудь играете? С этно Что-нибудь, да, с нашей кыргызской колоритностью? Ну, я один могу сыграть, а вместе мне, да Хорошо, ну, давайте вы начнете играть, а ребята, может, поддержат Я семидесят Я семидесят Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я понимаю, что таких музыкантов, как вы, единицы, но наверняка есть конкуренты. Да, не сказал бы, в принципе, наша музыкальная среда очень дружелюбная. И мы сейчас на музыкальных площадках встречаемся с другими музыкантами, очень тесно с ними общаемся. Но чувство конкуренции не возникает, не поверю. Не сказал бы, как бы. Братская любовь. Хорошо, а вот те же самые зарубежные звезды, опять же, к ним вернемся. И такие же вот инструментальные группы, как и вы. Есть ли те ребята, на которых вы равняетесь? Именно инструментальных? Именно инструментальных, да. Может, в принципе, быть любой коллектив, который вас вдохновляет. И может быть даже из наших кыргызстанских групп. Ну, меня лично вдохновляет группа Red Hot Chili Peppers. У них там Басис, его зовут Фли, он такой безумный, мне очень нравится. Пытаюсь перенять его технику игры и поведение на сцене. Хорошо. Ребята, а вот образы какие-то у вас имеются на сцене? Ну, эстебеса, понятно, человек с крипкой, это всегда один такой сдержанный образ. А вот у других ребят, вот Саша, у тебя? У меня свой образ. Как твой образ описать? Это свободная форма, всегда часто импровизация и поддержание образа эстебеса. Хорошо. То есть все в этом коллективе подстраиваются под эстебеса? Нет, каждое. Отправное звено такое. Да, каждое свое. Хорошо. Ребята, уже подытоживая эфир нашей программы, можно какую-нибудь еще композицию сыграть? Давайте на позитивной ноте закончим. Да, на позитивной ноте закончим. Пара Уильямс, хэппи. Хорошо, поехали. Пара Уильямс Пара Уильямс Пара Уильямс Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»